народ всем привет я бы сегодня хотел поговорить с вами о тех ворованных телефонах которые у нас спиздили стеки это iphone 10 iphone 10 с макс и 3 пары r3 наушника airpods 3 пары airpods что ты делаешь короче насчет вот этой всей херни как так вообще получилось ну подробностей подробнее разобраться во всем как так все это получилось мы заказываем товар в москве у поставщика есть не секрет что есть горбушка где например сидит всякие 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 люди которые привозят телефон оттуда отсюда и на примере этого опять же таки не обиду всем но например biggeek он сидит там же на этой горбушке берет товар там же где и мы 11 и тот же одна и та же схема один и тот же принцип работы и чтобы логистика была минимальная чтобы товар был тоже с меньшим ценником по яндекс маркету товар возится самый-самый-самый примитивный простой дешевой службы доставки это сдэк зачастую товар не страхуется зачастую товар этот реально не описывается это риски я согласен с многими комментаторами они написали что как так вы везете товар там большую сумму денег и не страхуете не описано что да не описано не страхуем потому что иначе будет логистика дорогая и на цену каждого аппарата будет ложиться большая сумма в плане его стоимости конечно для потребителей соответственно что получается телефоны не описывается телефоны не страхуются привозится вот так вот с деком накидали в коробку привезли это есть сложившиеся схемы так многие работают здесь ничего нового слава богу сдэк отреагировал на мое первое видео уже администрации написали будут смотреть все камеры то есть это все окей но интересная в том что эти трубки нам надо найти в любом случае выявить того кто это сделал и соответствии законодательством пусть будет принято какое-то процессуальное решение суть в чем телефоны лежали в коробке и когда привезли в магазин нашему приемщику поставили коробку она сверху запечатывается специальным пакетом который есть только у нашего поставщика ну то чтобы целостность упаковки было видно и при вот таком осмотре не было видно никаких порезов не было видно никаких дефектов когда этот эту коробку он поставил мы расписали что получили груз то все целое вроде коробку эту начали открывать и увидели что там не хватает каких-то устройств мы такие думали ну ладно может быть забыли доложить бывает такое что москва не докладывает товар ну бывает оказал а у них там ажиотаж на горбушке все разобрали бывает особенно с маринками ну вот позвонили в москву сказали они сказали да вроде положили посмотрели камеры да действительно москва подгрузил товар значит товар потерялся и начали крутить коробку в руках увидели что снизу вот эта целостность этого пакета нарушена разорвана и заклеена обычным скотчем то есть там где черный пакет должен быть и черный скотч которым клеит наши поставщики там обычный прозрачный скотч и вот так вот пакеты друг на друга наложены то есть что сделали где-то на сортировке или на складе или водитель курьер местный или водитель курьер московский или еще что-то где-то как-то распарывают днище открывают достают что лежит снизу причем слава богу что взяли не все ну если бы взяли все там миллионы были бы потеряны а взяли на 200 с лишним тысяч товара и самое главное что даже ничего не положили то есть чтобы вес на сортировке сверился вот этого не было тоже сделано то есть мне интересно и вопрос к службе с декой если вы смотрите это видео у вас есть ли у вас взвешивание контрольное взвешивание на сортировке на пункте приема на пункте выдачи вот это интересно потому что поэтому можно отследить где уменьшил да понятно два айфона 3 airpods это не там килограмм но будет понятно где ушел вес и где копать это на заметку ну вот слава богу взяли не все и но интересно что ничего не доложили и могли бы взять все и положить до куске мыл или клубки в печать этого не сделал соответственно где-то это произошло серийные номера я укажу вы так ребятки в продолжении видео показываю в общем-то всю информацию вот наш договор на оказание курьерских услуг с фирмой сдек и ну работаем мы получается с какого числа с августа 17 года с перевозчиком они оказывают нам соответственно услуги перевозки товара я весь договор не стал распечатывать но для организации сдек я вот предоставляю им номер нашего договора чтобы они поднимутся отслеживали всю всю ситуацию связанную с этой с этим в расход дальше следующий момент я вам хотел показать саму накладную по которой отправлялся груз отправляли с барклая дом 8 принимали мы на московском шоссе в торговом центре паркхаус вес был 5 4 килограмма по описанию да это дисплей плата электроника особая отметки подойти проходной но это как бы нюансы по отправке товара вот собственно номер накладной по которой отправляли товар по которой было произведено хищение товара ну а теперь самое интересное это ребятушки накладная отгрузочная накладная оптовая которую нам предоставил поставщик и я здесь отмечаю вам позиции которые у нас собственно спиздили я по-другому не могу сказать это вот первые вторые и третьи рпоции они отмечены у вас сейчас прям вот четко серийные номера в кадре соответственно вот первые с f3 x a 9 d s 3 h 8 т т 2 9 с а 3 h 8 т т и вот эти нижние пx 8 пла h 8 т т и самое что тяжелое нанесло нам удар это iphone 10 256 гигабайт silver версии для америки его серийный номер вы видите 35 30 41 0 9 84 95 226 и 10s max 256 серебристый европейская версия с серийным номером 357 29 30 90 0 8 7 74 7 здесь собственно вот эти вот пять позиций самые существенные да конечно же вот эти темы десятка 56 silver и 10s max 256 silver они украдены они на данный момент не активированы мы их проверяем постоянно по чеков рейджем их на сайте apple чтобы узнать активируются они или нет и прошу подключиться вас к поиску особенно вот этих айфонов если у вас где-то если вы живете в самаре или в области или в москве и у вас работа с этим связана или допустим вы можете просто авито помониторить да и если есть возможность то встречайте с этими людьми конечно образно говоря если вы поможете вернуть эту нам технику да или там как-то вы встретите с человеком этот тест технику будет у него а мир какую компенсацию можем людям сделать если вдруг какой-нибудь подписчик бродяга но в общем в долгу не останемся парни если как бы поспособствуйте поиску любого из аппаратов доходит как то то так сказать вознаграждение гарантируем просто сам факт что сейчас вот минус 200 вот из-за этих трех или в трех двух телефонов трех аирподсов это печально еще раз вот эти аирподс у нас украли и вот эти два телефона тоже украли соответственно если получится то дайте знать опять же как это делается ну ищите на барахолках на авито встречайтесь возможно с потенциальными продавцами я думаю люди не совсем далекие это хищение произвели и может быть они как-то могут спалиться просто волосится и встретиться выложить то что в любом случае трубку от им нужно девать вот активируйте вряд ли будут потому что это полиция сразу спалит вот соответственно соответственно все спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх всем было интересно ну и соответственно кто чем может помогать